Здравствуйте! В эфире программа «Актуальное интервью». Сегодня мы узнаем, как вывести подделку на чистую воду с помощью экспертизы и могут ли исследования зависеть от времени года. Об этом и многом другом мы поговорим с главным врачом филиала Центра гигиены и эпидемиологии ЕНАУ в Ноябрьске и Муравленко Людмилой Капустиной. Людмила Петровна, здравствуйте! Здравствуйте, Ирина! Здравствуйте, дорогие жители! Рада ответить на ваши вопросы, которые вас интересуют. Скажите, пожалуйста, давайте для тех, кто может быть не в курсе, что вообще из себя представляет Центр гигиены и эпидемиологии? Ну, Центр гигиены и эпидемиологии – это учреждение Роспотребнадзора, которое обеспечивает как проведение экспертиз, так и проведение лабораторных исследований в целом по всем видам исследований, которые окружают человека. То есть безопасность и, соответственно, мы еще следим за инфекционной заболеваемостью. Так что у нас раздел большой работы. То есть даже когда у нас был смог в городе, да, от пожаров, вот как раз-таки вы замеряли показатели, насколько я помню, в воздухе? Показатели безопасности мы замеряли. Каждые четыре часа у нас сотрудники отчитывались как в наши органы МЧС, так, соответственно, в округ. Поэтому следили за превышением ПДК, чтобы в случае чего необходимости принять какие-то экстренные меры могли. Какие экспертизы доступны для, назовем так это, физических лиц, то есть для граждан, да, которые не от предприятия, например, хотят к вам заявиться? Что могут проверить? Что за экспертизы? Да, мы являемся экспертным учреждением. Помимо того, что мы работаем с юридическими лициями и обеспечиваем деятельность терротделом, мы для них тоже проводим экспертные заключения. К нам может на добровольной основе обратиться любой житель нашего города для проведения какой-либо экспертизы. Например, для проведения исследования. Но я хочу сказать, что надо четко знать, для чего ты хочешь эту экспертизу получить. Потому что раз она добровольная основа, значит, возместить надо затраты на проведение экспертизы. Они бывают достаточно дороги. Чаще всего у нас люди обращаются за экспертизой на проектную документацию с учетом выполненных перепланировок, которые, например, готовят квартиру к реализации. Поэтому с учетом того, чтобы не было выявлено каких-то нарушений и тех, которые приведут к тягачающимся последствиям, на основании проекта, разработанной проектной документации, они к нам обращаются и, соответственно, получают экспертное заключение. Ну а в дальнейшем для какого органа оно необходимо. Также у нас есть экспертизы, которые проводятся, например, по качеству безопасности воды. Но жители редко обращаются самостоятельно, потому что я говорю, что анализ достаточно дорогостоящий. Они обращаются с жалобой в территориальный отдел. Потом, соответственно, мы выходим на объект, проводим экспертизу и потом уже принимаются мерами специалистами терротдела. Вода и жилье. Вода и жилье. Ну, в принципе, да, это основные, потому что если говорить о пищевых продуктах, да, иногда там приходят, мы только сможем этот продукт оценить и дальнейших последствий никаких. Потому что если оценивать партию, соответственно, отбор надо проводить, это уже в другом объеме. Это с предприятием надо связываться. Да, с предприятием. Поэтому я же говорю, что физическому лицу, например, пакет молока исследовать, ну, как-то совсем не нужно. Скажите, какой порядок, как вам можно обратиться, да, если мы берем вариант платный? Я, наверное, предполагаю, что надо просто принести там документы, которые хочется проверить или, ну, там тот продукт. А если, вы говорили, можно обратиться с заявлением? Да, это обращайтесь к нам по адресу Республики 1, второй этаж. У нас помимо приемной есть еще отдел работы с заявителем. Там у нас находятся специалисты, которые, например, чтобы правильно подать заявление, первично окажут консультацию. Есть определенная форма заявления. Все виды экспертиз, которые мы проводим, они тоже разъяснят, и необходимый пакет тоже можно будет предоставить. Скажите, ну, вообще жители города часто обращаются? Ну, в принципе, они в основном, я говорю, что обращения, это идут вот на проектную документацию. Где-то вот за этот период было у нас 37 заявок на этот год, в том году было 71. Часто обращаются за замерами плесени в квартире, но это тоже сложный показатель. Надо определиться, для чего вам надо проводить эти исследования. Для чего может пригодиться? Ну, вы знаете, некоторые подают в суд, например, для того, чтобы выполнили ремонт или разобрались, та же управляющая компания, если не находят взаимодействия с управляющей компанией. Для человека, может, он может успокоиться, правильно ли он сделал ремонт, если у него была плесень, имеются ли наличие плесени после проведения ремонта. Так что... Ваша структура, она... Документы, которые выдает ваша структура, они имеют вес в судебных разбирательствах, да? Да, мы аккредитованный орган, именно по... Не только в испытательный лабораторный центр у нас аккредитованный, потому что, вы знаете, сейчас система, но мы аккредитованы в рамках проведения санэпидэкспертиз. Мы не знаем. Расскажите, что это? Ну, это у нас есть сертификат. Могу показать вам такой специальный. Это область аккредитации. Тут у нас есть все, да. Ну, он немного не цветной. Но там факт, да? Да, есть сертификат. В этом году мы, как... Что и лабораторная наша служба подтвердила компетенцию. Сейчас порядок достаточно такой серьезный, да, жесткий. И еще и в этом году мы также подтвердили, что мы можем проводить экспертизу в рамках соответствия на проведение экспертиз другого плана, не только лабораторных. Каких еще? Ну, вот я же вам говорю, что помимо того, что выдается экспертное заключение по оценке состояния помещений, оценки лабораторных исследований, в зависимости от того, как область аккредитации, она достаточно большая, я ее перечислять не буду. Она есть на сайте нашего, значит, ФБУ, заголовного предприятия. Там все виды экспертиз и все контактные телефоны указаны. У вас большой штат сотрудников? Штат вообще в целом 62 человека, экспертов, конечно, поменьше. Но эксперты у нас все проучены, все, значит, имеют допуск к проведению данных экспертиз. Так что занимаются этим специалисты профессиональные, подготовленные. Скажите, я вот вначале говорила о том, что, может быть, от времени года зависит частота подачи определенных жалоб или, может быть, запросов на экспертизы. Так ли это или нет? Все-таки там 1 сентября, например, я видела у вас на сайте информацию про то, как проверить детские игрушки, то, что актуально, там, канцелярию. Как-то зависит от этого или все-таки? Ну, вы знаете, у нас есть определенные дни, как я говорю, что у нас еще имеется отдел защиты прав потребителей, то есть работает юрист с населением, к которому можно также обратиться по любым вопросам, помимо экспертиз. Вот, и с учетом того, что мы проводим, например, 1 сентября, конечно, проводится горячая линия по игрушкам, там, разъясняем, но, к сожалению, не так много обращений, но были обращения. Соответственно, например, есть у нас такие специализированные дни-дни, там, борьбы с туберкулезом, со СПИДом специфические. То есть мы по всем этим позициям работаем с населением, вот еще разъясняя любую работу. Поэтому можем рассказать все, как есть. По игрушкам мы дополнительно в рамках, конечно, сейчас предприниматели не очень обращаются. Ранее было, почаще было, когда китайские игрушки, да. То есть они закупали партию и вас проверяли? Да, мы их проверяли. А сейчас мы проверяем в рамках госзадания, да. Количество игрушек и проводим токсикологические исследования. Но пока положительных находок нет. То есть это текущая работа. А то есть как? То есть вы случайных выбираете предпринимателей? Да, да, да. Делается отбор. Отбор делается проб в соответствии с предписанием Роспотребнадзора. И, соответственно, исследуем игрушки. Так что безопасность смотрим. Вообще у вас достаточно большой перечень экспертиз. У вас бывает такой день, что день простой, вот ничего. Это вот, да, поняла. Это кажется, что очень долго иногда. Да, действительно, экспертиза может проводиться до двух месяцев. Но негласная установка у нас, конечно, есть максимально вникнуть. Но вся проблема иногда задержки документов, даже по проектам, что неправильно предоставляет документацию. И пока начинается переписка, соответственно, это и ведет к тому, что сроки, ну, в течение двух месяцев мы вообще выполняем свои обязательства, которые определены законом. Но вы также соблюдаете вот все жесткие требования к документам, которые прилагают, да? То есть не получится там, отвяжись так сделать, быстренько отдать и все? Нет, у нас такого в принципе и нет. Ну, когда люди вам отдают, я имею в виду, следите за этим. Нет, нет, в любом случае у нас, я говорю, специально есть отдел работы с заказчиком, который четко определяет пакет для того, чтобы прежде чем он попасть, к работу специалисту, который начинает взаимодействовать. Потому что бессмысленная работа, вы сами понимаете, специалиста отвлекать не очень, как говорится, нет необходимости. Можно ли самим определить на глаз какие-то моменты, если поделка, не поделка в магазине, чтобы, может быть, и до вас не пришлось добираться, а самому? Хотя бы на примере одной экспертизы. Ну, вы знаете, во-первых, сейчас большие права даны потребителю, да? Вы сами знаете, что потребителям может потребовать все, начиная от всех любых документов, книжки, ну, мало там кто, любит просто написать жалобы. Это одно. На глаз это, я думаю, что надо быть таким профессионалом, но если там кривой шов или что-то, на глаз можно определить, или бомбажная банка, я как говорю, то, что в зависимости от срока годности. Так, конечно, думаю, что это чисто зависит от подготовки потребителя, может он это определить или нет. А для физических лиц про экспертизы я вас спросила, а юридические лица? Юридические лица самые популярные, как я говорю, экспертизы, это экспертиза на медицинскую деятельность. Помимо тех услуг, которые... Практически все виды медицинской деятельности подвергаются лицензированию, это вы знаете. Прежде чем получить лицензирование, надо пройти порядок экспертизы. То есть мы полностью смотрим, как пакет документов помещения, подготовку специалистов, делаем определенный набор лабораторных исследований, тогда только оцениваем, соответствует заявленному виду деятельности медицинская деятельность или нет. Потому что заявляют все виды деятельности, тем более вы знаете, что у нас недавно открылся перинатальный центр, тоже была проведена огромная работа. Вообще медицина у нас в постоянном движении, так что это у нас самый популярный, как говорится, вид оценки и экспертизы. Также у нас очень много частных стоматологических клиник, любых других клиник, они тоже все проходят у нас экспертизу. То есть это большой пласт работы. Ну и образовательная деятельность, которая постоянно тоже не стоит на месте, вы знаете, потому что они постоянно тоже с учетом изменения условий обучения, программ, тоже заявляют документы на экспертизу. Так как на дополнительные спортсмены у нас также очень активно идут на... Давайте зрителю объясним, то есть каким образом можно провести экспертизу образовательной деятельности. Казалось бы, вот если звучит, да, образовательная деятельность, это такой момент, который нельзя пощупать. Или мы имеем в виду проверку помещений. Да, да, да. Вы правы, потому что, конечно, мы пощупать образовательный процесс не можем. Мы, значит, проводим экспертное заключение, то есть сотрудники нашего филиала, там, где ребенок учится. То есть условия, соответствие этих условий, это здание, помещение, оценка этих условий. Потому что остальную начинку, конечно, смотрит лицензионный орган, так и в медицине, да, который проводит. Потому что здание без, например, даже тех же профессиональных сотрудников того же образования или медицинской деятельности, которые будут в одном помещении, допустим, я, грубо говоря, размещены, не соблюдая санитарной нормы и правила, мы никакой пользы не принесем. Поэтому в этом направлении и работа проводится, потому что мы проводим. Есть нормативные документы, это санитарные нормы и правила, по которым оценивается все очень жестко, начиная от высоты помещений, священности, микроклимата, расстановки оборудования тех же кроватей, фона от оборудования радиологического, то есть вода, смывы, соблюдение режимных моментов. Это очень такой серьезный и длительный процесс. Если вдруг родители заподозрили, что в организации, где их ребенок обучается, ну в частной, например, какой-то организации, вот как-то недоволен он, кажется ему, что все не так, заявление писать в Роспотребнадзор или сразу в Центр гигиены? Ну, лучше обратиться в Роспотребнадзор, там уже проведется комплекс исследований и, соответственно, это будет. Но с учетом брать наши образовательные учреждения, я не говорю о частных, но их не так у нас много, то у нас практически, как департамент образования дополнительно еще отслеживает учебный процесс, заказывая лабораторные инструментальные исследования и организацию питания, они смотрят. Так, в принципе, и медицинская деятельность, тоже ряд позиций, они контролируют помимо своих лабораторий, привлекая еще наших специалистов. Так что контроль ведется постоянно. То есть там прям большое такое наблюдение, во сколько раз, может быть, в год эти учреждения проверяют? Да, я вас перебиваю. Учебный процесс у нас смотрится два раза где-то в год, соответственно, питание раз в квартал, поэтому, в принципе, контроль есть. Потому что перед тем, как дети пойдут в школу, то есть и перед окончанием учебного года смотрится, соответствует микроклимат, освещенный, чтобы координацию сделать, там, замену чего-то в любом случае. Но, говорю, что длительный процесс вот привел к тому, что у нас сейчас уровень освещенности в школах очень даже соответствует нормативам. То же самое с микроклиматом, единственное, только в период отопления, вы сами понимаете, идет низкая влажность. Ну, сейчас практически все приобрели увлажнители, и это тоже способствует оптимизации учебного процесса. У вас специалисты должны быть очень широкого профиля, потому что начиная от света, да, там, соответствие санитарным нормам, заканчивая различными бактериями, которые нужно проверять. Вообще, вы набираете там специалистов из других регионов или все своими силами здесь? Ну, у нас, конечно, приезжают, но у нас взаимодействие. Вот есть Сомская академия, мы практически их, как говорится, выращиваем, можно сказать, в кавычках, уже с интернатуры. Вот у нас сейчас опять прибыл интерн, в этом году приступил интерн, у нас врачи идут в этого профиля. Но помимо врачей у нас работают и биологи, и инженеры, потому что, например, освещенность, да, врач может быть, он может оценить, но замерить лучше, конечно, качественно сделает инженер. Так что у нас специалисты в широкого профиля, стараемся их учить, и вот врачебный состав. Ну, соответственно, микробиологию смотрят врачи-биологи, и у нас есть еще ПЦР, который вот сейчас в связи с ситуацией по гриппу, конечно, мы отслеживаем, мониторируем циркуляцию вируса гриппа на нашей территории. Так что у нас широкий спектр действий. Скажите, не страшно вообще, когда вы знаете всю реальную ситуацию в городе, не страшно становится существовать, ходить на работу в какие-то организации? Вот такой личный вопрос немножко. Не страшно вообще ничего, потому что уже адаптирован, страшно было в институте учиться, а потом уже не так страшно. Нет, все нормально, у нас практически очень много законопослушных, это может быть кажется так законопослушных, как руководители учреждения не смотрят за состоянием и окружающей среды. Так, конечно, то есть не страшно у нас в городе жить. Тогда такой еще вопрос, в следующем году какие-то грядут изменения, которым, ну вот, может, вашу работу внесут коррективы, чтобы людям могли так... Ну, пока, в принципе, я вам сказать ничего не могу, потому что установок никаких нет, потому что это доведется до сведения, до сведения всего, но мы работаем в режиме, как аккредитованное, как ИЛЦ, испытательный лабораторный центр, так, соответственно, органы инспекции. Ну, а в целом филиал ФБУС, в том числе мы сейчас еще дополнительно обслуживаем территорию Муравленка. По какому графику к вам можно обращаться? Работаем мы с 8.30 до 18 часов. Перерыв с 12.30 до, соответственно, 2 часов. Чтобы подать заявление, да, к вам, это нужно делать напрямую, приходя, или через МФЦ иногда, потому что сейчас как-то все структуры пытаются... Да, через МФЦ, к сожалению, мы не работаем, но у нас мы можем работать и в электронном варианте, адрес у нас есть, он тоже на сайте, можно его узнать, он достаточно легкий, мы просматриваем и принимаем, если правильно оформлены документы, но, конечно, с указанием контактных лиц. Ну и, соответственно, как личный прием, так и почтой. Но почта очень долгая, поэтому, ну, можно факсовый еще вариант. Почтой долго, наверное, потому что там 30 дней на ответ, да, ведь обычно? Ну, почтой оно и приходит еще, как видите, там же надо... А, настоящий, то есть живой почтой, это электронная сразу? Нет, нет, электронная у нас сразу отвечаем, мы, если полный пакет, мы начинаем работать, потому что работает не один эксперт, а просто еще привлекается ряд специалистов, у нас каждый делает свое дело, а потом сводится в одну экспертизу. И по расчетам за экспертизу, просто все равно, наверняка, когда отдают пакет документов, там всегда есть какая-то определенная сумма, которую человек узнает изначально, или уже по результатам, потому что, может быть, вот еще это нужно было сделать, это как у вас? Ну, предварительно делается расчет, и, конечно, экспертизу мы проводим только по предоплате, потому что, сами понимаете, это затраты как силы специалиста, так реактивов и реагентов у нас иногда это привлечение. Поэтому счет на предоплату уходит, оплачивается, делается экспертиза. Если возникают какие-то фосмажорные обстоятельства, дополнительные исследования, я думаю, что есть необходимость, и их просто доп. соглашением можно оформить. Мила Петровна, большое спасибо, что нашли время и побеседовали с нами сегодня в студии. Спасибо вам, всем жителям обращайтесь, мы готовы все вопросы ваши постараться разрешить, что в нашей компетенции. А это была программа «Актуальное интервью». И сегодня в нашей студии мы побеседовали с главным врачом филиала Центра гигиены и эпидемиологии ЕНАО в Ноябрьске Муравленко Людмилой Капустиной. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok